Добрый вечер, это программа «На справде» в эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазур и я с удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью. Я Ирина Чаговец, президент благотворительного фонда «Сестра Мелосердия». Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Само собой, разговор сегодня пойдет о нашем военном госпитале. И, к сожалению, к глубокому сожалению, приходится в последнее время и читать, и произносить в качестве диктора в новостях о том, что продолжают поступать и поступать в достаточно большом количестве наши ребята, раненые из зоны АТО. Но если говорить, собственно, о цифрах, есть ли у вас те цифры, мы-то говорим о характеристиках, большое количество и так далее, есть ли у вас те цифры, можете ли назвать, скажем, на данный момент? Да, к сожалению, цифры у меня есть, но, к сожалению, не могу назвать. Поэтому, как дали четкое обещание, к нас был представитель Министерства обороны, с которым мы переговорили и приняли обоюдное решение, как бы учитывая все просьбы, все-таки не озвучивать цифры в связи с тем, что очень сильно популярным, популярная наша группа и наши посты стали на сайтах сепаратистов. Поэтому они очень много нас перепощивают, очень много себе делают скриншотов и всего остального. И, ну, происходят всякие разные такие моменты, как, ну, вроде как разглашение информации. Получается, что мы разглашаем количество тех ребят, которые с поля боя вынуждены были переместиться в госпиталя и больницы наши. В связи с этим мы вот посовещались и все-таки решили, что мы более не будем говорить об этих цифрах. Но, должна сказать, что цифры не маленькие. Вот этот разговор, это, я так понимаю, что это фактически завершение того, если позволите, такое выражение противостояния, которое возникло в свое время между руководством госпиталя, которое отказалось передавать вам данные. Да, теперь у нас руководство госпиталя новое. Мы очень довольны новым начальником, просто замечательный и прекрасный очень человек Юрий Витальевич. И с ним нашли абсолютно быстро общий язык. И тогда, если это был запрет, запрещено, то сейчас этот человек приехал к нам с нами пообщаться на эту тему. Мы поговорили, мы действительно приняли вот такое вот решение. Хотя, конечно, возможно, что из-за этого большей частью количество людей, которые приносят помощь, сократилось. Но все равно, как показывает практика, все-таки, простите, что я говорю, это здесь, но во всем виновата телевидение. То есть, как только телевидение перестает говорить какие-то данные о том, что где-то усилились обстрелы, хотя мы знаем, что это действительно происходит, что где-то стало тихо, то перемирие, то еще что-то, то там 10 или 6 обстрелов за день, а на самом деле совершенно по-другому происходит, люди как-то понимают, что, возможно, не доставляют никого в госпиталь. Но когда сейчас по всем телеканалам везде показывают, насколько серьезно обострилась ситуация, то люди понимают, и вот с 19 декабря у нас просто нет ни одной секунды свободной абсолютно, потому что все время идут, 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 идут. Хотелось бы очень верить, что это не только связано с праздниками, что если в дальнейшем будет ситуация так обостряться, то люди будут нам очень помогать, потому как мы, к сожалению, в этой помощи нуждаемся, нуждаемся и нуждаемся. Я в защиту телевидения должен все-таки сказать, что тут, наверное, не только наша, а, возможно, и не столько наша вина, все-таки эта история длится уже достаточно долго, и, к сожалению, есть и момент привыкания, и момент усталости. Люди перестают понимать, много или мало это 40 обстрелов в сутки, много или мало это 6 раненых, 8 раненых. То есть когда это все было новое, острое, и когда действительно был первый большой поток и последующий серьезное обострение, мне кажется, что реакция, конечно, была... Искренне был шок, и сейчас, наверное, уже не так чувствуется это. Ну, возможно. Ну, конечно, конечно, в 2014 году это был шок катастрофический, когда еще каждый человек верил в том, что это ненадолго, что это на чуть-чуть, что вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот все, и победа. А, к сожалению, пока еще мы конца края не видим. И вот 31 декабря, обходя все отделения, где мы поздравляли также не только наших ребят, которые там лежат, а мы, естественно, поздравляли и всех наших хирургов, и всех наших докторов, которые спасают жизни ребят. И вот одна из медсестер сказала, говорит, что раньше 20-го года, мне кажется, ну, она говорит, что раньше 20-го года, мне кажется, что это все не прекратится. И как-то так стало печально очень совсем от этих слов. Все равно веришь в все, что... Ну, Георгий Туков вроде говорит, что до конца 17-го все должно закончиться. Хотелось бы все-таки ему верить больше, что, возможно, хочется верить в то, что это закончится завтра, что мы выйдем с прапором Парамоги, и будет все чудесно и прекрасно, и мы устроим грандиозное гуляние на всю страну о нашей победе. И, наконец-то, ребята перестанут к нам поступать, наконец-то мы перестанем слышать слезы матерей в голосе, когда они звонят нам постоянно, волонтеров, которые нам звонят со всей Украины в поисках того или иного человека. И каждый раз, вот, чем сильнее ситуация, тем больше, 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 больше звонков, тем больше людей приходят и с помощью, и намного больше звонков, намного больше приезжают и родители, намного больше приезжают, собственно, там и друзей, и жен, и сыновей, и взрослых уже, конечно, которые к своим отцам там пытаются попасть, или даже есть же и деды, которые воюют, ну, потому что у нас сейчас как-то так... До 60 лет, собственно, в целом, да, там дальше еще что-то, есть и добровольцы. А на каком этапе вот условно подключается, как это все устроено? То есть вот-вот поступает боец в госпиталь, естественно, что вы оказываете там какую-то, какую-то, возможно, там, да, помощь имеется в виду, ну, вот то, что обычно оглашают, да, список, да, необходимых вещей. Вы сами связываетесь или как-то на вас выходят? Вы знаете, родственники, друзья и волонтеры батальонов, они информацию эту раньше узнают, чем мы. Потому что я так понимаю, что, ну, вот как рассказывали ребята, что волонтер, допустим, там, такой-то, такой-то конкретной бригады, тут же, как только кто-то из них куда-то его вывозят, он тут же комбат, комбрик, комроты связывается с этими волонтерами, говорит, что такой-то, такой-то попал там туда-то, туда-то, повезли туда-то, туда-то. И они тут же знают, что если это в Днепропетровске, они звонят в Днепропетровске, если это Киев, Киев, если это Харьков, Харьков. И они тут же начинают нам звонить и говорят, к вам везут такого-то, такого-то. Выехали там час назад из такого-то места. Вот, нужно там узнать, что и как, и где. Некоторые звонят, говорят, родители такого-то бойца уже выехали. Я говорю, подождите, его же еще даже не привезли. Может быть, он и к нам не поедет, потому что иногда бывает, что прилетает вертушка, и в Чебуеве сразу же перегрузили ребята, сразу же отправили на Киев. Ну, по абсолютно разным причинам, которые уже не зависят ни от кого. То есть, эта информация о том, что человек к нам приедет, иногда к нам поступает раньше, чем человека к нам доставили. Иногда было такое, что вот была четкая уверенность в том, что человек поехал в Харьков, что его везут именно в Харьков. Мы его в Харькове не можем найти два дня, а оказывается, что он в Киеве, в бессознательном состоянии, в очень тяжелом реанимации. То есть, такие тоже были у нас случаи. Мы его искали каждые пять минут, бегали-бегали-бегали, как только приезжает машина, контролируем сразу, не этот ли человек. То есть, бывают абсолютно разные ситуации. Но совсем потерянных нет, да, получается, вот в такой системе? Совсем потерянных нет. Единственное, что может быть, что человека могут долго-долго искать, если человек поступил, например, без документов. Но, опять же, есть какая-то информация о тех парамедиках, которые привозят. Ребята, они говорят, что, значит, по словам, там, его побратима, там, Иванова, допустим, вот это такой-то, такой-то, такой-то человек, но документов у него нет. То есть, соответственно, пытаемся найти такого-то человека, такой-то бригады, позвонить в эту бригаду, каким-то образом связываться с командованием, узнавать, действительно ли такой человек, действительно ли он был ранен. Есть ли его документы? Да, его документы есть, высылайте. Они нам высылают документы, мы их все сдаем в приемное отделение. Ну, либо они сразу высылают на госпиталь, конкретно на приемное отделение. То есть, каждый раз по-разному происходит. Ну, так, чтобы потерянных в моей практике вот за все это время ни одного потерянного человека, слава богу, не было, который бы не нашелся во всех возможных там госпиталях. Вопрос сложный, возможно, даже не к вам вопрос, возможно, даже вопрос, на который ответа-то и нет на самом деле. Как так получается, что у нас третий год войны, а все равно наиболее, вот в самый острый момент волонтеры? Не Министерство обороны, да, которое, по идее, должно, наверное, заниматься такими вопросами, как обеспечить поступившего раненого бойца самыми элементарными вещами. Занимаются этим до сих пор волонтеры? Ну, я все-таки думаю, что, наверное, это все потому происходит, что все-таки система, система никуда пока что не искоренилась, и она никуда не делась. То есть, по системе получается, что человек должен, поступив, допустим, в госпиталь, естественно, они однозначно все и поголовно все обеспечены постельным бельем, полотенцами. То есть, когда уже идет очень большая такая нехватка или там еще какие-то там погодные условия не позволяют доставить, допустим, вовремя там белье, ну, такое было очень редко в госпитале, то есть приходится там как-то там менять. Или когда очень большое, вот как было, слава богу, такого сейчас нет в 2015 году, когда у нас по 195-200 человек в день поступало после котлов всех этих всевозможных, конечно, была тогда нехватка. Но постельным бельем они обеспечены, полотенчиками они обеспечены, и обеспечены пижамами каждый, и халатами теплыми, когда это зима. Вот. Далее происходит какая штука. Вот есть у тебя набор, допустим, этих всех пижам. Приходит человек, у которого рост стоит 98 сантиметров, а у тебя пижама 48 размера. Как этого человека одеть в эту пижаму? Никак. Она ему получается как футболка, и она ему получается как шорты. На улице зима. Естественно, приходит, обращается к нам, то есть это первым делом человека, которого мы должны как-то одеть, хотя нельзя ходить в госпитале в гражданской одежде. Можно ее одеть под пижаму, то есть когда совсем холодно, то есть это спортивные штанишки, которые одеваются под пижаму, потому что это достаточно холодно. Все вещи, которые, с которыми, если приезжает боец в вещах, то есть эти все вещи сдаются в камеру хранения, то есть они там все стираются форма, там приводится все это в чувство. То есть единственное, что вот как бы там непонятно мне почему, не обеспечивает абсолютно чистящими, моющими средствами, не обеспечивает стиральными порошками. Господи, у нас огромный, помещений у нас много. Чистить и мыть, это больница, это нужно сразу, и мгновенно, и ежедневно, и по нескольку раз в день. Поэтому вот некоторые спрашивают люди, вот хотят бы им сразу же ответить о том, что это очень нужно, потому что этого обеспечения нет, то есть какое-то там хозяйственное мыло, чего-то-то там может быть. А когда у тебя там, допустим, в день поступило, к примеру, 40 человек, то есть эти все 40 человек, их нужно всех перестирать, нужно все везде убрать. Соответственно, если 40 человек поступило, значит, соответственно, 40 человек отправились в госпиталя, которые находятся возле их домов. Ну, то бишь региональное хотя бы расположение, чтобы было ближе к их дому. Соответственно, это нужно все поменять, все вымыть, все вычистить. Чем? Вопрос? Ничем. Потому что этого обеспечения нет. По какой причине? Непонятно. Планово, видимо, последствия планового какого-то подхода, да? Потому что не было экстренной ситуации. Если сестра-хозяйка выдала трусы человеку, то простите меня, а на эти трусы, когда он выписался, она должна получить обратно. Вопрос, кто потом оденет эти трусы второй раз? И вопрос, в чем поедет, собственно, борис. Естественно, вот, поэтому все, к сожалению, кладется, ложится на плечи, на плечи людей, которые нам это все приносят, и на наши плечи, чтобы это все разнести и этим всем обеспечить. Ведь система получается одна. То есть, понятно, там, халат, ты его снял, ты был в одежде, ты одел халат, ты его снял, его выстирали, передали другому бойцу. Но та же самая система по халату, то же самое идет и по пижаме, и по трусам, и по носкам, и по тапочкам, и так далее. И поэтому получается вот такая вот ерунда, что вроде как оно как бы есть на бойца, но... Ну что с этим делать, непонятно, да. Мне кажется, в Советском Союзе, может быть, гигиены-то и не существовало, не знаю, как. Были другие требования, в любом случае, да. Потому что, к сожалению, по положениям, вот таким вот образом оно происходит. Поэтому мы все время просим, 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 чтобы вот этими нам вещами помогали, потому как... Вы просите, я надеюсь, что все-таки помогает в достаточном количестве. Что в этой ситуации делать лучше, как лучше поступить человеку, который захочет оказать помощь, потому что он не знает, какого размера. Он не знает, что там, возможно, какие-то дополнительные требования, опять же, исходя из норм гигиены. Что лучше нести самому или как-то все-таки в денежном эквиваленте это все? Нужно просто... Во-первых, человек должен сам для себя решить. Потому что некоторым проще это все купить, понимать, что вот это все есть в наличии, и все это передать, что вот нам нужны трусики, принесли трусики, нужны носочки, принесли носочки. Некоторые, например, как у нас ребята назвали бабушкины носки, как только наступает зима, литние жинки плетут, плетут носочки, вяжут все это самое. И там чудесно, девочки, есть носочки? Какие бабушкины? И вот бабушкины носки просто сейчас на ура идут. И сегодня открыли коробку, где были вот не просто бабушкины носки, а со всякими там рисунками, вышитыми, яркие, красивые. Ребята аж глаза просто загрязывают. Ой, а можно мне? А можно мне? А можно мне? И все сразу вот захотели именно такие вот бабушкины теплые носки. Ну, во-первых, это удобно ходить, потому что, ну, как бы резиновая шлепанца, в которую человек одевает эти бабушкин носки, спокойно может идти по территории, вот в момент, когда зима. Вот. Конечно, так, если когда они уезжают, мы даем им тоненькие носочки, потому что их удобно в Берции, и, конечно, бабушкин носки уже в Берции не оденешь. Можно, конечно, и перечислить денежку, можно перечислить денежку с назначением, то есть, допустим, вот четко вот купите, пожалуйста, на вот эту вот конкретную сумму. То есть вы именно так и поступаете в эту ситуацию, да? Конечно, обязательно. Более того, мы пишем, допустим, там, Сидоров Иван Петрович, допустим, перевел там 300 гривен для покупки трусов. То есть мы их покупаем, фотографируем и выкладываем, что вот именно конкретно вот эта денежка пошла на это. Можно позвонить нам по телефону 096-126-05-43. 096-126-05-43. С 7 часов утра я приезжаю туда каждый день. Ребят, мы принимаем у нас волонтерки с 9, и помощь принимаем с 9, с 7 до 9. Мы как раз занимаемся вот выдачей и раздачей вот моющих средств, обеспечением скорости, если они уезжают, то есть водичку поставить в машину, одеяло. То есть она вот недавно у нас проблема такая стала, резко похолодало. Да, как всегда. Завернуть не во что. И люди, я не знаю, как это произошло, снесли огромное количество одеял. И новые были, и из дому по выносили. Вот именно теплые такие, ну, как верблюжье одеяло. И, слава богу, у нас там появилось что-то самое. То есть все машинки обеспечены, склад у нас еще на складе, у нас еще одеялки есть. Если вдруг что у нас, слава богу, есть в чего, что, куда, как укрыть. Ребят, вот слава богу, потому что так вот выезжают. Они говорят, мы сейчас едем забирать четырех. Пусто. Одеял нету, ничего нету. Все, что было, а там происходит, вот иногда какая, вывозят, допустим, из госпиталя парня укутанные в одеяле лежачего. Соответственно, его в этом же самом одеяле и перегружают в вертушку, и с этим же одеялом он уезжает. Понятное дело, что какой-то там киевский госпиталь, там или житомирский, или еще какой-то, никто эти одеяло обратно отправлять не будет, и перевозить не будет. Равно как и костыли, и коляски инвалидные, и все такое. То есть это получается такой, ну, скажем так, материал, который вот приходит и уходит. А на балансе он числится. Соответственно, ни одна сестра-хозяйка свое одеяло с баланса не отдаст, потому что, простите, ей голову оторвут потом, когда не насчитается. Ну, в общем-то, и правильно делают, да. Где-то. Понятно, но, соответственно, это же где-то надо взять. Это вот к тому вопросу, почему все равно все на плечах волонтеров лежит. К сожалению. А что за непонятная ситуация возникла вот именно сейчас с водой? Ну, было бы логично, если бы это была жара и летний период, а сейчас вдруг такая необходимость нужна в воде, причем строго дозированной, причем с поилками и так далее. Эту водичку с поилками, она очень сильно удобна для ребят, которые находятся в реанимации. В связи с тем, что обострились, соответственно, реанимация тоже обострилась в количестве. Соответственно, и не просто так она, то есть она там меняется ежедневно. Каждая поилочка на одного конкретного человека. Плюс скорые помощи, которые забирают, которые вывозят, которые отвозят. Плюс еще, что у нас есть госпиталь в Часовом Яру, туда мы тоже все это отдыха дугрузили, всю эту водичку. Почему произошло так? У нас была компания, которая нам помогала этой водой, она нам высылала огромное количество, мы на склад складывали у себя в реабилитационном центре, потом потихонечку оттуда везли, везли, везли. А сейчас получилось так, что вообще нет. То есть начались обострения, а воды нет вообще. Не хватает. Да, поэтому мы очень просили. Сейчас, слава богу, мы уже воды все убрали из списка, у нас все там хорошенько, так все это самое, что всегда боимся того, что может в какой-то острый момент этого не быть. Иногда все равно стараемся в любом случае отложить. Однозначные финансовые средства, потому что всякое может быть. И умереть человек может, нужно будет и на похороны его, и то есть нужно будет на какой-нибудь там, не дай бог, что-то еще такое произойдется. Тут вдруг резко нужно какой-нибудь имплант, например, а у нас там нету каких-то денег, естественно, у нас всегда в резерве есть сумма. То есть мы не можем сделать, допустим, вот как мы собираем на тепловизор. Вот мы собрали на тепловизор, мы его купили, все, мы можем на него в месяц собирать на этот тепловизор. Ничего, никто от этого там не умрет, ничего ни с кем не случится. А если мы будем делать таким образом, то есть, допустим, у нас там попадает кто-то, вот очень-то недавно мы искали препарат, которого, к сожалению, нету, то есть его там или с производства сняли лицензию, не продлили. Вот какая-то такая была ситуация, скажем, я уже сейчас не помню. И нам этот препарат очень был нужен, необходим вот сегодня, ни завтра, ни через неделю, ни через месяц. И мы не могли себе позволить собирать на него деньги. То есть мы взяли, естественно, из резерва, и естественно, из резерва, то есть если там попадает какой-то человек, которому срочно, катастрофически нужен какой-то препарат, который стоит 7 тысяч ривен, одна ампула, естественно, мы берем из резерва, естественно, мы платим. И мы не можем этого резервы лишиться, потому что если мы его лишимся, мы не сможем спасти человеку жизнь. В общем, можно и нужно в любом случае помогать, наверное, и деньгами, потому что, да, такая ситуация, что… На них всегда можно все купить. Если в них что-то, можно побежать и купить. Кроме того, насколько я понимаю, у вас возможности и в отношении, скажем, более оптимальных закупок куда больше, чем у рядового гражданина. Да, это да. Я обратил внимание, что в этот раз нет обращения в списке того, что необходимо. Нет лекарств, в частности, нет лекарств противопростудных, противогриппозных и так далее. Это значит, что... Это значит, что у нас появился хороший помощник. Мы о нем писали. Это депутат Харьковского городского совета, который нам помогает с препаратами. И у нас этот появился человек. И ежемесячно у нас есть определенный список. То есть там это все мы проработали совместно с ними, с нашими медиками, которые с нашими скорыми помощями ездят там. То есть это все было согласовано, проработало. То есть там все средства, которые нам необходимы, вот раз в месяц у нас поступает в том количестве, которым нам хватает. То есть сейчас мы просим, если есть необходимость, только в таких препаратах, которые не делают в Харькове, которые не делают даже иногда и в Украине. Ну просто так не достать, да. Да, поэтому вот так вот у нас хорошо получилось. О психологических вопросах давайте с вашего позволения. Вы наверняка знаете, куда лучше ситуацию, чем я. Но я себе могу представить, конечно же, состояние человека, которого ранили, который попал в чужой город и находится в состоянии весьма, наверное, удрученном и печальном. Возможно ли что-то сделать, чтобы оказать помощь такому бойцу раненому? Я не знаю, там книги, журналы, не знаю, что еще. Да, вопрос сложный, очень вот сейчас вам задали очень сложный вопрос. То есть мы изначально, я, так как я сама по себе юморист, занималась КВНом до очень долгое время, огромное, до самых последних моментов начала революции. Я себе и девочкам вот сказала о том, что, друзья мои, у нас не должно быть никакого негатива, у нас должен быть только позитив, только юмор. Юмор всегда спасает во всех любых ситуациях. Даже если, простите, человек лежит, там, зашитым только что животом, и ты его немножко посмешил, даже если ему как-то, вот, ну, знаете, как его бывает так. Вот, все равно это очень хорошо и очень сильно поднимать настроение. Очень поднимать настроение. Детские рисунки, картинки, поделки, игрушки мягкие. Вы себе представляете 52-60-летних мужиков, которые за детские игрушечки, которые вот, а вот детки вам передали вот это, вот это. И такой вот маленький блюшевый медвежонок и 60-летний дедушка уже, у которого наверняка у самого есть внуки, который вот лежит на кровати, там, с гипсом или с чем-то еще. Вот как ребенок радуется, и вот сразу, сразу у человека меняется настроение. Самое главное, наверное, это когда ты видишь вновь поступившего бойца, дать ему понять, что он находится дома. Вот, что он находится дома, не где-то в чужом городе, в чужом, в чужой больнице, еще где-то дома. Что вот к тебе пришли люди, которые считают, что это твои братья, сестры, твои родственники. Нужно ему своим всем расположением дать понять, что вот мы для тебя все абсолютно сделаем. Дальше понимание, конечно, человека, что вот его могут обеспечить, ему нужно вот это, и мы его можем это дать. Очень-очень печально отказывать, когда приходит кто-то. В основном это всегда у нас происходит с ножничками и щипчиками для ногтей. Вот мы в этом всегда отказываем, потому что его как-то так мало все время, всегда не хватает, а каждый человек хочет. Вот, и всегда дать понять, что есть поддержка, что если там нужно чем-то помочь, мы если сможем, поможем. Во всяком случае найдем того, кто может помочь в том или ином аспекте. Соответственно, это все делают доктора, потому что они первые принимают, да, то есть те, которые вот на скорых, потом доктора, которые находятся там в приемном отделении, которые у нас там, слава богу, приемное отделение, там просто шикарные, красивые, обалденные девушки работают просто. На них вот даже приятно смотреть, даже если человек вот в бессознательном состоянии, он в любом случае откроет глаза и увидит, потому что действительно у нас очень красивые медсестры, они очень добродушные, они очень такие вот радостные. Ну вот очень, ну как бы приятно, когда ты вот в плохом состоянии, и тут на тебя, не, простите, четвертая неотложка, смотрит вот таким, боже, еще один, а когда на тебя смотрят, улыбчивые лица, красивых девушек, которые тебе помогают, помогают там оформить все, там сделать тебя, зарегистрировать там и так далее. Вот, дальше ты, естественно, встречаешься с волонтерами, которые опять же для тебя готовы на все. И дальше, когда боец еще понимает, что волонтеры тебе не просто там чего, чем-то помогут, что этим волонтер, к этим волонтерам приходит масса людей, и они это видят, и приносят эту всю помощь. И ты понимаешь, что там за забором куча людей, которые тоже к тебе относятся как к своему родичу. Помимо этого, там, если к тебе приехали родственники, те же волонтеры встретят, накормят, напоят, привезут, отвезут, и сделают все так, чтобы было все хорошо. Когда у тебя есть вот это понимание в голове, самое главное для человека. Ну плюс, конечно, психологи-профессионалы, когда мы видим, что ситуация очень сильно тяжелая, и те ребята, которые находятся у нас в реабилитационном центре, наши военные психологи, и, конечно, они там чудеса делают со всеми, что если люди бросают даже и пить, и курить, и вот выходит из состояния такого, то я, честно говоря, я не представляю, как они это делают. Но они как-то это делают, и мы это видим, и... Ну вот, блин, вообще, чудеса такие. Знаешь, что вы даже подарки, да, вот раздавали, и собирайте, и завтра, да, если началось? Завтра, завтра, очень тоже ждем подарков. Новый год старый, но все равно будут, да? Да, конечно, ну потому что новые ребята поступили, а на Новый год они были там в полях, но мы же должны тоже их вот подарки отзажать. Можно приносить, а что приносить? Конечно, очень классно радует картинки детские, не просто картинки, поделки. И когда написано там, там, Илюша три года, а там картина какая-то такая, вот с танками, там, с Дедом Морозом, там еще там с чем-то, и везде там Украина, там Украина параможа с ошибками написано. И все это сам вообще, ну, очень радует это, вот детские подарки очень сильно радуют. А вообще нам, конечно, очень хотелось, чтобы нам кто-то подарил большое количество футболок, потому что они закончились, и мы не знаем уже третий день, что ребятам давать. А так как это зима, и даже купить негде, как бы большую какую-то партию, да? Да, да, да. Ирин, спасибо вам большое. Всегда говорю спасибо за то, что вы делаете, за то, что приходите к нам в студию. И для тех, кто не успел или не смог запомнить записать телефон, надо сказать, что, в принципе, всегда можно найти вас в группе в Facebook, в социальных сетях. Да, страничка «Сестра милосердия» от «Одроп Харьков», также в ВКонтакте. Так что связывайтесь, не забывайте, это наши ребята, надо им помогать, конечно. Спасибо еще раз, спасибо, что смотрели нас сегодня на этом. Все, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова